Добрый день дорогие друзья! Приветствую вас в городе курорте Анапа. Зовут меня Юрий Азаровский. Сегодня мы с вами посмотрим частный сектор города-курорт Анапа, где вы можете даже приехать один и разместиться от 250 рублей с человека. Вот так вот. Прямо сейчас приезжайте, отдыхайте. Находимся на улице Кати Соловьяновой. Вы можете увидеть, как тут зелено. Есть скамеечки, есть мусорки. А теперь давайте пройдем в саму гостиницу, покажу вам номера, какие вы можете себе выбрать. С правой стороны у нас пересечение с красно-зеленой. Туда мы вернемся, когда пойдем на море. Адрес Кати Соловьяновой 44. Здесь перед домом есть где-то на 2-3 машинки. Ну и вдоль всей улицы машины паркуются и стоят себе спокойно. Заходим. Номера хозяев у нас, как всегда, будут напрямую указаны для вас, чтобы вы могли позвонить и заказать без посредников. Как говорится, все, как видите, так и будет. Есть возможность мангала, говорят, что он в этом месте установлен, там, где хочется посидеть. То есть, говорится, есть небольшой такой детский уголок, качелька. И давайте по номерам. Здесь самая низкая ценовая политика. 250 рублей с человека. Сейчас именно в мае можно заехать. Но если вдруг будет много желающих, то тогда с подселением. То есть, вы приезжаете, одна ваша кроватка. Условия на 4 номера. Сейчас покажу впереди. То есть, двуспальная кровать, шкафчик, еще один телевизор такого формата. Ну и столик с вентилятором. Далее у нас идет тоже зона отдыха, в которой можно посидеть. И здесь просят соблюдать тишину с 22 до 7 утра. Это немаловажно, если вы приезжаете с детками отдыхать. Вот здесь мы видим с вами условия. Как раз таки, то, о чем говорил здесь. Один душ. Все чистенько. И один санузел, туалет с раковиной. И вот еще в таком формате номер. В июне немножко дороже будет, но незначительно. Вы увидели, да, место, где можно сидеть, отдыхать. И давайте покажу вам еще кухню, да, которая на все номера, которые вы можете пользоваться. Здесь имеется у нас раковина. Набор разнообразной посуды. Для того, чтобы кушать, готовить плита, сказали, установят еще одну. Два холодильника, две микролоновки, чайничек. То есть то, что вам может понадобиться. И вот тут также еще есть одна рукомойничек. А сейчас мы с вами посмотрим номер, в котором есть условия. Уже в номере стоимость такого 900 рублей в данный момент времени. Потом будет 1200. То есть номер на троих. Можете видеть зеркало, телевизор, кондиционер. То есть здесь уже абсолютно все условия, какие вам надо. Также свой холодильник. И вот так вот выглядит санузел. Который вы тоже можете в одиночестве, так сказать, пользоваться. То есть получается, такой сейчас будет стоить 900 рублей. Можете один приехать отдыхать. Тот номер 250 рублей с подселением. В сезон он будет, ну, выше стоит 900 рублей. А этот номер будет стоить 1200 рублей. Что тоже недорого. И здесь есть еще второй этаж. Допустим, если вы хотите с балкончиками. Над ним вот также находится идентичный номер. Который будет сейчас стоить 900 рублей. Например, большой ремонт идет. Нехало закончат. Здесь у нас люди живут. И вот такие вот номера тоже с удобствами. Тоже сейчас за 900 рублей, допустим, можете снять. Втроем приехали по 300 рублей с человека. Такая вот ценовая политика, мне кажется, очень хорошая. Для тех, кто приезжает погулять, отдыхать. В принципе, я думаю, что все условия есть. Номер вы увидели. И давайте покажу еще один вариант. Который сейчас будет стоить 1200. Он побольше. И за счет этого цена тоже подороже. Большая двуспальная кровать. Диван раскладывается. Кресло, телевизор, холодильник. Вот этот номер прям очень большой. Два окошка. Светлый. С кондиционером. Выглядит довольно-таки симпатично. И здесь есть еще санузел. Размещение этого частного сектора очень выгодно, потому что мы находимся в шаговой доступности от всех инфраструктурных объектов. То есть у нас рынок северная одежда, центральный рынок продукты, магниты. Все, в общем, магазины, которые только вам могут понадобиться, находятся прям рядышком с вами. Также огромное количество разнообразных столовых. Если вы отдыхали на улице Кати Соловьянова или, может быть, даже в этом гостевом доме, пишите ваши отзывы. Но здесь ребята взяли его в аренду первый раз, поэтому отзыв о хозяевах немножко будет неточный. Мы сейчас с вами отправляемся на море и посмотрим, сколько идти. Здесь есть два пути. Мы пойдем на центральный пляж. Смотрим с вами по часам. 10.45. Время, за сколько мы доберемся до моря. Как я и сказал, что здесь есть два варианта пути. Ну, во-первых, мне очень нравится то, что здесь настолько много зелени, что ее прям хватит от души. Это не Человинники, это не новые районы. Это старый частный сектор, район улицы Кати Соловьянова. Доходим до улицы Красно-Зеленых и буквально полкуакта, вот видите, там знак уже, центральный рынок, есть кафе-столовые, есть магазины, магниты, все, что вам надо, даже кинотеатр там есть. Мы пойдем по прямой, по Кате Соловьяновой, чтобы добраться уже к улице Красно-Армейской. Место действительно очень привлекательное, как раз-таки тишиной и близостью к центру. Потому что идешь, прям зелено, частные домики, нет там шума от каких-то кафе, всего остального, то, что сопутствует именно курортной жизни. Вы бы почувствовали, какой сейчас здесь стоит аромат сирени, каштаны у нас тоже в цвету, розочки первые появляются. Потому что, а нет, они розы, это очень похоже, тоже декоративные такие, а может и розы, я не во всех цветах прям разбираюсь. Буквально квартал, и здесь уже автовокзал и вообще самый центр жизни Анапы нашей. Мы уже стоим с другой стороны, вот сам автовокзал, вот она улица Кати Соловьянова. Можно пройти на пляж в ту сторону, рядышком с северным рынком, выйти на речку Анапу и уйти еще вправо, и там будут вообще пляжи практически безлюдные. Ну, всем по-разному нравится. Кто-то хочет на безлюдных пляжах, а кто-то любит и центральные. Поэтому мы сегодня сходим на центральный пляж. Здесь с левой стороны есть шашвычная, и туда тоже есть, и там столовая, и там вообще центральный рынок. В общем, места для того, чтобы поесть здесь вот так вот. Прям даже, наверное, вот так вот, с головой. Мы же идем по переулку Малинкину, чтобы сократить максимально расстояние передвижения. Хотя еще один из маршрутов можно было по красно-зеленых свернуть налево, дойти до центрального рынка, и там по прямой уже выйти и на пешеходный переход, на светофоре попасть, чтобы это было максимально безопасно для вас. Опять-таки, частный сектор, опять-таки, зелень, красота и тень по пути на море, что ставит однозначно лайк для этого места размещения. На переулке мы поворачиваем налево, и нам совсем несколько метров, так говорится, до главной пешеходной улицы горького города, курорта Анапы, остается. Исследования нам встречаются. Вот такие вот красивые деревья с кашкой, цветы канны. В общем, типичный частный сектор. Сейчас мы, конечно, уже выйдем в город, и все это останется только в нашей памяти, а потом будем возвращаться обратно же в эти места. Переулок Малинкин, пересечение с улицы Горького. Здесь вот на пересечении справа еще находятся несколько столовых, которые очень хорошие отзывы имеют, которые можете прийти поесть. Людей у нас еще пока не много, и абсолютно свободные проходы до моря. Работают все магазины, все фастфуды, все кафе, бары, рестораны. Не хватает только вас, приезжающих и отдыхающих у нас. Еще одна столовая на пути следования. Золотой Оазис называется. Не помню, ел я в ней или нет, но если что, надо будет в этом году обновить обзорчик. Далее у нас начинается целиком и полностью улица Пешеходная. Там квартал остается по улице Горького, чтобы дойти до аттракционов. Мы же поворачиваем направо к морю по улице Горибинской. Также все кафе, бары, рестораны работают. Торговые ряды тоже запускаются. Здесь, смотрите, есть специализированный круглосуточный автостоянок. То есть до сюда можно даже доехать на машины, за денежку ее припарковать. Почта рассеянная, что вдруг вам надо. И ручки продаются. Мне интересно, что там все будет на центральном пляже. Много ли людей или нет. Еще одна столовая, в которой можно даже посмотреть, по чем лежит. Шашлык, пожалуйста, по 140 рублей. Первое блюдо больше, допустим, 80. Делайте на стоп и рассмотрите, что по чем стоит. И напишите, кстати, дорого или нет. Столовая отеля Роял. Внутри красиво, почему бы и нет. Чуварики Пау, 90, пожалуйста. Магазин, в общем, все работает, друзья. Все уже запустилось. Ну, там, может, какие-то ролеты еще. И ждут, когда побольше людей-то будет. Кирпинг работает, пожалуйста. По пути следования вашего моря остается считанное количество метров для того, чтобы добраться уже. Большой выбор разнообразных сувениров. Шаурма, куры, гриль продают. Запустилась синдика столовая. С левой стороны находится золотой пляж Аквапарк, который с удовольствием приглашают, потому что лучший аквапарк, чем в Морском побережье. Его расщелили, сделали больше. За ним уже находится парк аттракционов. И мы приближаемся к месту, куда слетаются абсолютно все наши отдыхающие, потому что здесь прям очень классно. Так, можно посмотреть чебурек по 100 рублей, крошки по 50. Кафе Жемчуг заработал. С право стороны Монгалдюна тоже работает. Парк кафе Джузеппо. На 9 мая качали они очень неплохо. И подходим уже как можно ближе к центральному пляжу. Поддувает ветерок. Люди в курточках. Погода, конечно, нас пока не радует. Синяна здесь 180 рублей. Шире. Цена за 100 грамм. Столовая жемчужина еще не запустилась. И здесь у нас украшивания производят именно центрального входа. Да? Парк Джузеппо. Кафе заработал. Работает также кафе Ирина. Вот вам, пожалуйста, цены в кафе Ирина. И заходим на центральный пляж. По набережной можно гулять. В любое время наслаждаться всеми моментами. Здесь у нас работает еще кафе одно. Лимонад по 50 рублей, допустим, 0,5. О, ребята даже загорают. Фотографируются с бутылочками. Напоминаю, что завтра у нас старт сезона. И будет большое количество разнообразных мероприятий. Там по спорту, по винам, качельки для отдыха. Это центральный пляж выход. Сколько лет я просил, сделайте нормальный выход у нас. И вот уже второй год подряд есть лаунг-зона, через которую мы проходим на центральный пляж. Люди отдыхают, загорают на солнышке. Ну, особо купающихся, честно, не видно. Хотя хотелось бы, чтобы их было побольше. Так, с небольшими, так сказать, замедлениями. Потому что снимал, мы добрались до моря 10.59. То есть абсолютно стараюсь по-честному делать. Рассказывать, если ходили сами, то опишите, как у вас это получалось. Здесь у нас Литуй в Анапе. Море. И люди гуляются. Некоторые даже загорают. Кстати, Пизанскую падающую вышку спасатели так и не выровняли. Давайте самые главные показатели узнаем. Температуру воздуха и температуру моря. Здесь у нас передвижениями всяких разных курортных объектов занимаются. Возле берега водичка у нас немножко мухноватая. Туда дальше, я смотрю, уже видно. Даже мель. И даже один лебедь присутствует там. Пизанскую падающуюся уровню. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дорогие друзья, температура воздуха плюс 17, температура моря плюс 16 и 3, это у берега, там возможно будет попрохладнее, хотя вчера мы даже на каменных пляжах замеряли и была примерно такая же температура. В общем летуйте в Анапе, мы вас очень ждем, здравствуйте, вот тоже подписчики, хорошего отдыха вам ребят, спасибо большое. Ребятки, желаем, чтобы вы приезжали, прям честно, очень этого хотим, потому что зависим полностью все от курортного сезона. Для вас стараюсь, как и обещал, снимаем новые места размещения, чтобы вы могли приехать, получить удовольствие и отдыхать. В общем пишите, как вам, понравилось, не понравилось, ну и самый главный ответ, приедете вы к нам или нет. Номера телефонов напрямую, под видео, в описании, на видео, если все будет хорошо, без зависания указано. Ну и сейчас я вас прошу лишь подписаться, поставить лайк и всего вам самого хорошего, прекрасного. Не забывайте, Яндекс Дзен, Юрий Озаровский из Анапы, вас там очень сильно ждут и море, и лету в Анапе. Всем пока-пока, ну 250 рублей с человека, это прям очень круто. Не забывайте, яндекс Дзен, Юрий Озаровский, яндекс Дзен, Юрий Озаровский, яндекс Дзен. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok